Девушки отдыхают И раз Что? Все, я уже рук не чувствую Все, да ты просто хват неправильно делаешь Пошире, пошире руки вот так вот ставишь И вот всей спиной, да, смотри И раз Сейчас, считай, считай И раз Давай, давай, и раз 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 Ты сильно часто считаешь, давай Раз Турник не погни, олимпиец А то с СББшником не рассчитаешься Саня, вот если бы ты сейчас меня не сбил Я бы раз в пятьдесят как махнул бы Ну да Держи Ты, кстати, сам когда рассчитаешься? Ты уже месяц мне торчишь в пять сотен А, да, прости, забыл Ну так я вечерком занесу Или подожди Могу вернуть бартером Че это еще за бумажка, а? Это сертификат на один прыжок банджа-джампинг Вчера проводили вечеринку, от спонсоров остался Ты зря носом крутишь Этот сертификат стоит в три раза дороже, чем твой долг Саня, засуль себе этот банджа-джампинг Круто Это прям очень круто Ты прыгнешь Я сниму это на видео И всем в школе покажу, какой у меня папка крутой А представляешь, сколько на ютюбе будет просмотров Круто Ну, круто Круто, наверное Ну так что, в расчете? Ну, в расчете Ни у кого в классе такого папки нет А у меня есть Когда пойдем прыгать? Ну, когда? Ну, скоро Обязательно вот сейчас разгребу там настройки вопроса И сразу же, ну, чуть позже, осенью А, кстати, завтра воскресенье Последний день действия сертификата Держи Отойдите-ка Оп-па 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 Или строит мосты Я мог бы стать звездою А всем маму На борьбу и футбол На стрельбу и хоккей Прокатиться вдвоем на подножке трамвай А мой сынишка со мной Гораздо взрослей Только я почему-то с ним в детство впадаю А я крутой А я крутой папанька Папанька, я крутой Никто не может больше Никто не может больше Сравниться со мной Я мог бы стать звездою Вершины покорять Но все-таки труднее Гораздо ведь труднее Крутым папанькой стать А я крутой папанька Папа, представляешь Ученые доказали Что на динозаврах Тоже жили блохи С жалом Вот такого вот размера Как игла шприца Ничего себе Это что вы В школе изучаете все Если бы я получал знания Только в школе Я бы до сих пор думал Что наша земля плоская И держится на трех китах А так у нас есть дома интернет Здрасте Здравствуйте Максик, помоги мне ведро На второй этаж отнести Мне некогда, Надежда Ивановна Макс Пап, давай быстрее Там через полчаса будет программа Про сейсмозавра Это самый огромный в мире динозавр Я понимаю, что Динозавры это важно Но ты не хочешь помочь Или твое воспитание Вымерло вместе с динозаврами Так это же ее работа Ей же это деньги платят Ничего, ничего Не переживайте, Евгений Михайлович Я как-то сама А вот вас Мама иначе воспитала Да, Максимилиан Я от тебя такого не ожидал А что я такое сделал? Я же ничего такого плохого не сделал Вот именно, что ничего Людям надо помогать Просто, бескорыстно, без денег Помогать и все Ага, прямо как ты на работе Так, дома поговорим Боже, что случилось? Вам плохо? Да, ну вот Карбюратор забарахлил Самый неподходящий момент Не волнуйтесь Макс Вышли, открывай машину Все хорошо Мы вам поможем Отвезем вас в больницу Вставайте Вставайте Осторожненько А помыть? Кто последний, тот и моет И Игорь Егор Ты его этому научил? Егор А? Нет, спасибо Не хочу Что ты не хочешь? Ну, то, что ты предлагал А то и не хочу Так, а ну, давай рассказывай Что там опять случилось? А что? Ничего не случилось Все в порядке Что ты взяла вообще? Из того, что я слишком хорошо тебя знаю В твоем случае Отсутствие аппетита Это признак тревоги Выкладывай Что стряслось? Да все тоже Ты из-за прыжка Нашел, чего грустить Ты же все равно не собираешься прыгать Эй, ты что делаешь? Решаю твою проблему Ничего страшного не произойдет Если ты не прыгнешь Так а А как же Игорь? Ну, Игорь Игорь, конечно же, расстроится Но не всем же прям Гордится своими отцами Ну, не будешь для него ты суперменом Зато ты будешь суперпупсом Прям подумаешь Конец света Да, Света Это конец света Ну, Егорушка Ну, боишься ты высоты Ну, подумаешь Ну Не твой-то конек Ну, так бывает Чего это я боюсь? Ничего я не боюсь Я вот Прямо сейчас пойду и И посмотрю Что там к чему А завтра Возьму и прыгну С этого Жалкого моста Ты посмотри на нее Трусом она меня считает Дай-ка пройду Да мне это вообще Как два пальца В общем, нечего делать Я вам всем покажу Это понятно? Конечно Как сказишь То-то же Не волнуйтесь Все будет хорошо Евгений У меня Вам Одна просьба Все что будет? Я Всевежево Калининовка Недалеко отсюда Я В город Приехал На один день В Собес А там у меня Дома Маша Одна осталась Ну Уринца Хуторская 14 Позоветесь о ней Пожалуйста У нее никого Кроме меня нет Пообещайте мне Обещаю Извините А что с ним? Да не переживайте вы Ничего страшного Жара Давление прыгнул Ну и возраст, конечно Кардиограмма Вроде бы нормальная Понаблюдаем его Сделаем все анализы Думаю, через несколько дней Выпишем Хорошо Спасибо вам Спасибо Пап, ты же не собираешься Туда ехать Дедушка Ты где? Макс Посмотри в интернете Как ехать в Калиновку Ирочка Я вот честно До сих пор не понимаю Зачем мы все это накупили Мы зачем сюда приезжали За шлепками Правильно За шлепками Потому что у тебя Ноги отекают Это я понимаю Но зачем нам Четыре пакета подгузников? Пригодятся Пригодятся? Это четверочка Для детей От семи килограмм Когда они нам пригодятся? Главное слово Пригодятся Да? Тогда давай ему сразу Лимузин купим И свадебный костюм Он же ему тоже пригодится Никита, не нуди Подгузники были по акции Ты же банкир Должен считать Как-то деньги Которых у нас нет Это что, упрек? Да ты что? Это мотивация Психофизиологический процесс Управляющий поведением человека Издающий его направленность Я же дипломированный психолог Молодая, красивая Давай я тебе погадаю Всю правду расскажу Что было, что будет Денег нет До свидания А я не за деньги Я за улыбку красивую Женщина, не надо ничего гадать Я сам знаю свою судьбу на 10 лет вперед С кредитом на квартиру Это не сложно А я не тебе, красавчик Я девушке Женщина, идите в табор Вам же сказали Не надо Или мне полицию вызвать Ходят тут, попрошайничают Нормальным людям прохода не дают Пошли, Ира Беда у вас будет Ждите Вижу, в семье у вас разлад будет Будет все валиться из рук И в дом постучится несчастье Никита Какое несчастье постучится Ты что ли? Идем, Ира Маша Моя твоего дедушки Сергея Кузьмича Машенька Выходи Знакомиться будем Ну что? Не знаю Я во все окна заглянула Нет там никого А может Маша ушла к медведю жить? Да Я бы из такой берлоги тоже сбежала А может быть нет вообще никакой Маши? Согласна сопляком А что пап? Дедушка старенький Шизофрения в его возрасте обычное дело Может вы его вообще не в ту больницу отправили? Перестаньте говорить глупостей Маша Маша Ма Я кажется знаю Кто такая Маша Ой, козочка Яна-то дед животного Пап, давай заберем ее к себе А то она Она тут умрет И ее съедят волки Яна, никто ее не съест Неправда Волку же съел шестерка для Она одна осталась Все, поехали А по-моему кто-то говорил мне Что нужно помогать людям Людям, да Но не козам же Я решила Если Маша остается здесь То и я остаюсь И пусть у нас двоих сидят волки Так Я решил И никому не позволю брать Козу в квартиру И это не обсуждается Никита Никита Что? Это на счастье На какое счастье Ты что не понимаешь Что это все цыганка Это знак Какой знак, Ирочка? Никита Теперь в сервизе осталось Тринадцать тарелок Ира 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 Чего ты орешь Как будто бы в доме пожар Да потому что здесь Ай Пожар Она так и говорила Что все будет валиться из рук Ира Ты дипломированный психолог И веришь во всякую чушь Да у тебя каша Через раз подгорает Да? Тогда почему ты только сейчас Мне об этом говоришь Ты мне врал? Ел пригоревшую кашу И молчал? Ирочка Да при чем здесь я? Вот Вот Она говорила Начнутся разлады в семье Вот пожалуйста Сбываются пророчества Значит скоро несчастье Постучаться к нам в дом Ирочка Перестань верить во всякую ерунду Тебе нельзя нервничать Мне нужно побыть одной Ирочка Ну хватит уже Выходи Ир Ну все это суеверие Как пустые ведра Как черные кошки У моей бабки Кстати Черная кошка 20 лет жила И ничего И где сейчас твоя бабка? Согласен Неудачный пример Но ей тогда уже 90 лет было Нет Только не это Что? Что случилось? Что? У нас горячей воды нет Ты еще скажешь Что эта цыганка Нашу котельную сглазила Вот слушаю тебя Никитос И прям душа поет Ты нормальный вообще? Я с тобой горем делюсь А ты радуешься Да не обижайся ты Я радуюсь Что я холостой И со мной этой фигни Просто не могло произойти Ну что ты хотел? Она у тебя беременная Все терпи Я несколько месяцев терпел Все И копченую мою в 4 утра И тошноту Из-за запаха свежей газеты И слезы из-за дождя И истерика По поводу аватарки Но эта история с цыганкой Это уже перебор Так она реально верит в проклятие? Да И самое страшное Что из-за этого Она собирается свою маму К нам в квартиру притащить А вот это уже реально Проклятие для меня Вот зря, что ты во все это не веришь У меня когда-то Такая серьезная проблема была Прикинь, женщины Неделю не было Целую неделю? Угу Не знаю, наверное, сглазил кто-то А потом бабка Нашептала, нашептала И Все прошло Вот это А мне что делать? Когда ни бабки, ни бабок Ну значит, нужно действовать по методу Клин клину вышибают И что ты мне предлагаешь? Пойти и навести порчу на цыганку? Откуда я знаю, чем их пугают? Прививками? Нет, ну ты совсем дурак, а? Или на тебя проклятие тупости навели? Нужно найти ту же цыганку Заплатить ей И договориться, как бы снять сыр и проклятие Да что ж, я не мужик, что ли Так Это уже лучше Это лучше Так это ж Так так же можно жить Закрепим Я мужик Я красавчик Я это сделаю Эй, мужик Ты это Не глупи Не делай этого Если честно Я и сам не хочу Ну так тем более Зачем оно тебе надо? Ты Одумайся Одуматься? Ну да Реально Ох Реально Оно мне не надо Меня сын попросил Сын? О господи Что же это там за упырь Что родного отца на такое толкает? Да нет Вот такой пацан он у меня Просто Гордиться хочет папкой Хотел снять на видео, как я Сигану Корешам показать Ну что, типа папка у него крутой Так я не понял Он сейчас Тоже сюда придет? Да нет Вот это все Это репетиция А прыгать я буду Завтра Завтра? Так если завтра Так прыгай себе на здоровье Хоть всей семьей прыгай Завтра ж не моя смена Ну, салют Бывай Увидимся Да не дай бог Господи Да придумай же что-нибудь Неужели это последний вечер В моей жизни? Спасибо, Господи Спасибо, что придумал правила У-ху-ху-ху Извини У-ху-ху Блин Ну где эти лишние килограммы Когда они так нужны? Ну ничего Набирать и набираться Это мое призвание Пап, ну что, погнали прыгать Погоди, погоди, прыгай Расслабься, присядь Чего сейчас по жаре догнать? Дождемся вечера А там по холодку как попрем И папка тебе покажет Настоящее шоу Пап, ты что, испугался? Чего? Кто испугался? Да как ты вообще о своем отце Такое мог подумать? Это для меня обычное дело Да прыгать с моста Это прям мое Вот увидишь Сегодня вечером Твой папка Красиво упадет в твоих глазах В смысле Упадет на твоих глазах Ну в смысле Короче Ну это вечером А сейчас пошли погуляем Наберемся этих Сил Пошли, пошли Ну ладно Эй, а мне Нет Пошли Привет! На, вот, папочка, выпей! Спасибо, доченька! Пап, она опять написала! Что? Написала, говорю, прямо на паркет! На какой еще паркет? На наш паркет наша Маша написала. Все, последняя. Па, ты не видел мои экзаменационные билеты? Да нет, зачем они мне? Ох, ты ж скотина паршивая! Вика, что за фразы? Как ты с отцом разговариваешь? Ты-то тут при чем? Мне конец. Спасибо! Ну, наконец-то! Давайте быстренько мойте руки и бегом за стол! О, борщик! Мам, мы с папой пока гуляли, так наелись! Я не поняла, а для кого я тогда готовлю? Не знаю, но я не хочу. Не знаю, как ты, сынок. А папе нужно подкрепиться. Поп, да куда тебе лезет? Смотри, чтобы перед прыжком из тебя еда не выпрыгнула. Спокуха! В здоровом теле! Здоровый... Здоровый дух! Хлебушка дайте? Ага. Пожалуйста. Спасибо. Я два сразу возьму. А теперь быстро иди мой руки. И запомни, это ничего общего с арахисом в шоколаде не имеет. Поняла? Иди мой. Максимилиан, а ты у нас теперь уже немало шифагалки? Ты правда думаешь, что это было смешно? А если бы она на самом деле это съела? Так. Отлично! Финита ля комедия. Извини, сынок, но так надо. Спокойно. До вечернего прыжка всем оставаться на своих местах. Теперь ты чистая. Теперь ты городская. Теперь ты чистая. О, Олег Петрович, доброе утро. Добрым оно будет, когда вы отсюда съедете. Или когда я оглохну. Вы что, издеваетесь? В выходной с самого утра по голове цок-цок-цок, цок-цок-цок. Что тут у вас происходит? Мы просто это, мы... Это еще что такое? Это, Олег Петрович, мы репетируем. Сказку. Волки семеро козлят. Макс, не верю. Больше экспрессии. Больше жизни. А ну-ка еще раз. Вот. Вот. Зафиксируйте. Олег Петрович, ну, поймите, я извиняюсь, но у нас спектакль на носу... Я не знаю, что там у вас на носу, а у меня такое ощущение, что у меня над головой дурдом организовался. Извините, пожалуйста, будем стараться потише. Ну, постарайтесь уж. Да. Яночка, я все понимаю, тебе жалко, но мы вынуждены увезти Машу в деревню. Почему? Ну, потому что козочка должна жить на улице, а не в квартире. А если к нам еще пару раз зайдет Олег Петрович, то на улице будем жить мы. Папочка, ну, пожалуйста, Маша больше не будет громко топать попом. Я все придумала. Машенька, выходи. Мы теперь тихонечко в носочках. Ну, ладно, ну, только это ненадолго. Ура! Тихонечко. Тихонечко. Я извиняюсь, а вы не видели случайно эту цыганку? Она была здесь вчера. Знаете, она такая… Знаю, знаю, я тут уже два года работаю. Иди за угол торгового центра, они обычно там тусуются. Чистую правду говорю, торча на тебе. Если не снимешь, жена от тебя уйдет. Да я только и жду, чтобы она ушла, но она не уходит. А я тебе помогу. Пятьсот долларов, и жена пакует чемоданы. Сколько? Сегодня киллеры меньше берут. Жилобяра, чтоб твоя жена с тобой сто лет жила. Дай бог ей здоровья. Здравствуйте. Хорошо, что я вас нашел. Ну, здравствуй, здравствуй, красавчик. А я знала, что ты ко мне придешь. Ты вообще кто? Мы с вами вчера виделись возле торгового центра. Помните? А-а-а. Жмотина. С женой беременной. Да. То есть, нет. В смысле, да. Короче, я к вам по делу. Порча на вас. Не вооруженным глазом вижу. Я ясновидящая. Давайте вы побудете немного яснослышащие и не будете меня перебивать. Я говорю, у меня к вам деловое предложение. Короче, что тебе надо? Дело в том, что из-за вашего этого бизнеса у меня жена с ума сходит. Она во всем уже видит порчу. У меня у самого уже как порча мозга. Давайте так. Мы через пару часов будем гулять возле торгового центра, а вы к нам подойдете и снимите как будто эту вашу порчу или сглаз или проклятие. Ты, милый, определись, что именно тебе снять. А то у меня на все расценки разные. Да мне все равно. Снимите все. Я отблагодарю. Хорошо. По рукам? По рукам. Три, два, один, прыжок. Вау! Класс! А через несколько минут мой папа прыгнет с этого моста. И сейчас я вам покажу эту нереальную высоту. Привет! Сяня, блин! Ты-то чего приперся? Ну как? Поддержать самого смелого человека в мире, Егора Казаченко. Самоуверенность, так сказать, повысить. Зря потратил время. Я тут и так отлично справляюсь. Подождите, а взвеситься? А, ну если вы так хотите, хорошо? Хочу. Это же все-таки техника безопасности. Вот, пожалуйста. В смысле... Ай-яй-яй! Ну надо же! Превышение веса! Извини, сынок. Я хотел, чтобы ты мной гордился. Но техника безопасности есть техника безопасности. Это шутки. Прочь здесь вообще. Поехали, короче. Блин, я так хотела. Слушайте, да вы не расстраивайтесь. Это у нас новое оборудование. Используем уже два года. Выдерживает сто восемьдесят килограмм. Так что все нормально. Будем прыгать! Ура! Мой папа будет прыгать! Уху! Ну что, сжалось самоуверенность, да? Разворачивайтесь спиной. Подождите, я... Шлейки по одной, пожалуйста, на плечи. Так у нас же пьяным нельзя. А я бухой. Да у нас по-трезвому вообще мало кто прыгает. Да? Да. Папа, помаши рукой. Вот сейчас ты, сынок, убедишься, что самое лучшее в жизни – это простая человеческая благодарность за твои добрые и бескорыстные поступки. Даже лучше, чем миллион долларов? Ну, конечно. Пап, а ты мне дашь сто долларов? А в честь чего это? Бескорыстно, чтобы я был тебе просто благодарен. Нет, не дам. Почему? Потому что у меня нету сто долларов. Вот видишь, у тебя даже ста долларов нет, а ты от миллиона отказываешься. Так, не умничай. Деньги – не самое важное в жизни. Заходи. Здравствуйте. Ох, привет, внучки. Ну, как вы тут? Потихоньку. Вы мне лучше расскажите, как там Машка моя. Все в порядке с Машкой, не переживайте. Огромное вам спасибо за все. Не за что. Что врачи говорят? Говорят, что сегодня меня выписывают. Так что на свободу с чистой совестью и с наколотой жуть, как накололи меня. Ой, а мы же вам молочка принесли, парного. Козье. Козье? Мне как раз сейчас только козье и полезно. Пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Вкуснотище. Только не стоило так утруждаться. Так же. Нам было абсолютно не сложно. Правда, Макс? Ну, вроде успокоилась. Макс, готов? Да. Вика, давай, читай, что там дальше. Самое главное при доении козы – это плавные, но умеренные движения при нажатии на вымя. Макс, ну что ты сидишь? Жми на вымя. Машенька, потерпи, еще чуть-чуть осталось. Ни капельки. А у нас для вас еще один сюрприз. Вот. Красавицы какие. Дочки твои? Ну, те, что по бокам. Хороший ты человек, Жень. Счастливый. И семья у тебя большая. И сердце у тебя большое. И квартира, видать, немаленькая, раз козу завел. Не каждый решится на это, тем более в городе. В смысле козу завел? Это, наверное, вы еще не совсем выздоровели. Это ваша коза. Машка. Вы же мне сами про нее рассказывали. Что-то ты меня путаешь. Нет у меня никакой козы. Как нет козы? Ну, так, у меня есть живность. Это только кошка, Машка. Ну, маленькая такая, серенькая, ласковая. Ну, я же тебе про нее говорил. Кошка, Машка. Кошка, Машка. Кошка, Машка. Никит, мне, как любой женщине, нравится ходить по магазинам. Но зачем мы целый час ходим около магазина, я не понимаю. Ты же сама сказала, что мы никуда не выходим. Тем более тебе на свежем воздухе полезно находиться. Погода какая замечательная. Эй, молодая, красивая, давай я тебе погадаю. Что вы от меня хотите? Да ты не бойся. Ошиблась я прошлый раз. Тучи мне все звезды заслонили. Вижу, никакой беды у тебя не будет. Ни перед тобой, ни за тобой. Правда? Да разве я кого-нибудь обманывала? Сержант Вертов, ваши документы. Какие документы? Бумажные. А давай я лучше тебе погадаю. А зачем гадать? Я тебе сейчас сам все расскажу. Ждет тебе казенный дом, статьи за умогательство и мошенничество. А еще дальняя дорога. Пойдем в нашу кибитку. Не имеете права! Э, мужики, и этого в свидетели возьмите. Она его тоже облапошила. А, так это ты на меня ментов навел? Ну смотри, ждет вас беда большая. Не будет вам ни сна, ни покоя. Забудете пин-код от кредитки. Все деньги будете на коммуналку отдавать. И вырастет процент по кредиту. Пап, я снимаю. Что? Прежде чем я прыгну, я бы хотел кое-что сказать. Света, я тебя очень, очень сильно люблю. Любил. Я помню, как мы познакомились. Помню наше первое свидание. И второе помню. И третье свидание. Давай уже сразу свадьбу вспоминай. А то мы тут до завтра ждать будем. Да, свадьба. Свет, если ты решишь заново выйти замуж, я не против. Ты молодая, красивая. Тебе нужен муж, а Игорю отец. Так что я вообще не против. Игорь, сынок, я тебя воспитал настоящим мужчиной. Так что будь моей опорой. Помогай ей во всем. Я тебя... Я тебя люблю. Женька, Никитос, Саня. Вы же мне не просто друзья. Вы мне как братья. Вы уж тут присмотрите-ка. Вау, круто! Мама! Здравствуйте еще раз. А, это ты? Простите меня, пожалуйста, я честное слово к этому не имею никакого отношения. Честно, честно. Ах, верю тебе. Глаза у тебя добрые, хоть и хитрые. Как хорошо, что вас отпустили. А что они мне сделают? Я маме начальника РОВД гадаю. Нет у них методов против Рубины Алмазовой. Помогите мне, пожалуйста. А я вам за это, как это, ручку позолочу. Ты что, милый, фильмов пересмотрел? Ручку позолочу. Это прошлый век. А я, между прочим, кредитные карточки принимаю. У меня тут... Надо же. Возле отделения полиции я еще не зарабатывала. Что делать надо? Снимите, пожалуйста, с моей жены проклятие. А с себя? Вы, главное, с нее снимите. С меня оно автоматически снимется. Маша. Маша. Где ты? Маша. Маша. Серсей! Серсей, девочка моя. Ах, ты ж ворюка, бесстыженька. Да как у тебя рука поднялась, дедное животное украсть. Маленькая моя, маленькая моя, где же ты была? Я уже две ночи не сплю. Их, моя солнышко. Вы извините, пожалуйста. Мы случайно ее в город увезли. Просто произошло маленькое недоразумение. Это ты, маленькое недоразумение. Небось, и детей этих тоже украл. Да морда у тебя бандитская. Это мои дети. Ну, твои. И коза тоже твоя? Нет, коза не моя. Просто Сергей Кузьмич. Ах, Сергей Кузьмич! Так этот алкаш тоже с тобой заодно. Ну, ничего, ничего. Я найду на вас управу, да я вам устрою. Я вас всех в тюрьму на всю жизнь засажу. Что-то Сергей Кузьмич не очень похож на алкаша. Все мужики алкаши, все. Самое главное – это простая человеческая благодарность за твои добрые и бескорыстные поступки. Макс, я тебя прошу, только не сейчас. Малышка моя любимая, о! Да что же это они с тобой сделали, живодеры? А это что? А это что? Да посмотрите, люди добрые! О! Боже мой! Два дня коза в городе была, уже копыта накрашена. Да это и не коза, это, прости господи, что это такое? Вот почему я в этот город не езжу. Так, пап, кажется, нам уже пора. Да, детки, поехали. Давайте. А ты, Семеновна, угомонись. Все нормально с твоей козой. Хоть раз пожила в квартире с горячей водой, с туалетом. А эти люди, можно сказать, мне жизнь спасли. Спасибо тебе, Женя, за все. Жалко только, что время сейчас такое, что мало кто поможет незнакомому человеку. А ты осенью приезжай. Как раз вот гречишный мед будет. А это вот цветочный. Это вам спасибо. Вы не болеете. Не буду. Спасибо. Всего доброго. Беги. Пока, Машенька. Это не Машенька, это Серсея. Кстати, а почему Серсея? Ох, дает. А еще городской. Ты что? Игру престола не смотрел? Серсея. Это же королева тамошняя. Пока, королева тамошняя. Пока, королева тамошняя. Я на машину. Пошли, моя хорошая. Пошли, моя солнышко. Пошли, моя хорошая. Пошли, моя солнышко. Ирочка, это я. Спокойно. Это я. У меня для тебя хорошие новости. Какие хорошие новости? Что я сегодня сломаю одну ногу, а не две? Ира, забудь о проклятии. Его больше нет. Смотри. Иди сюда. Иди, покажу. Садись. Как солнце заходит, так и печаль твоя уйдет. Как наступит утро, счастье к тебе вернется. Вижу, что все у тебя будет хорошо. И никакая беда не придет в твой дом. Никита, спасибо. Подожди, это еще не все. А, я чуть не забыла. Бросила я на картах Тару, чтобы освежить атмосферу в семье. В ближайшее время вам нужно побыть только вдвоем. Без гостей, без родственников. Даже без самых близких. Без пап и мам. Подожди, ну, через пару дней мама приезжает. Не знаю, Ирочка, стоит ли так рисковать? Все-таки Таро, сама понимаешь, мало ли что. Ну, если Таро... Ладно, я ей позвоню и скажу, чтобы не приезжала. Ну, вот и здорово. Ой, а у тебя что-то подгорает? А, ну, пусть подгорает, у меня всегда что-то подгорает. М-м-м-м-м-м-м-м. А-а-а-а-а! У-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху! А-а-а-а! Дайте я еще раз посмотрю. Да ну хватит, ну, 7 раз смотрели. И ради этого момента я готов 700 раз смотреть. Вы уж тут присмотретьте! Надеюсь, тебе было так же страшно, как мне сейчас смешно. Вообще-то не смешно. Что, Егорчик, решил комментарий оставить? Так это ты меня столкнул? А? Подожди, подожди, Егор. Ну ты же сам сказал, мы с тобой как братья. Ну да. Да таких магазин, может, миллион. А таких гадов, как ты, есть только один. Ну ты ж, брат! Ты ж, брат! Стою, я тебе сказал! Да я в строю, где ты живешь! Ну вы ж, родственные люди! Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА